В следующем году в России будет начато производство дешевых автомобилей иранской компании Irang Khodro. Совместно с российским дистрибьютором Irang Khodro планирует организовать сборку двух моделей – седана Taro, основанного на платформе Peugeot 301, и хэтчбека Peugeot 207i, созданного на базе Peugeot 206 1998 года. Цена нового автомобиля в Иране – 350 000 рублей по текущему курсу. Рассматривается возможность производства на заводе Ставрополь Авто в Михайловске. Это место выгодно с точки зрения логистики. Комплектующие можно доставлять напрямую из Ирана через Каспийское море. Завод Ставрополь Авто не функционирует с 2019 года и для него уже давно ищут нового владельца. Предприятие оснащено для полного цикла производства со сваркой и окраской кузовов с мощностью до 100 000 автомобилей в год. Российский партнер Irang Khodro уже неоднократно представлял модель Taro. Этот автомобиль сейчас проходит сертификацию в соответствии с требованиями Российской Федерации и ЕАЭС. Трудно поверить, как сильно изменился автомобильный рынок в России за последние два года с уходом множества зарубежных брендов, запретами и санкциями. Многим автомобилистам до сих пор сложно привыкнуть к новым реалиям, где Lada Vesta стоила меньше миллиона, а выбор иномарок был куда шире, чем нынешнее засилие китайских моделей. Но вернуться к прежней ситуации уже не представляется возможным. Эти изменения пришли всерьез и надолго. И хотя автолюбители со временем адаптируются к новым ценам, а стоимость машин стабилизируется, отечественный автопром продолжит испытывать серьезные трудности еще долгое время. Автозаводы в России уже начали решать часть проблем – что-то локализировали, кое-где заместили импорт. Но ясно одно – этим нужно было заниматься не сейчас в условиях Аврала, а начать хотя бы 30 лет назад, когда еще можно было не полагаться исключительно на восточных партнеров, которые в любое время могут поступить так же, как уже сделали европейские и американские компании, уйти. Реальность показала, что российский автопром оказался не готов к резкому изменению условий. Причин много. И недальновидное руководство заводов, слишком долгое увлечение принципом «купи дешевле за границей», «продай подороже здесь» и отсутствие инвестиций в развитие. Но теперь, когда все стало ясно, полагаться нужно только на собственные силы, а не на зарубежную помощь. Примером может послужить Иран, который еще недавно считался самой санкционированной страной в мире, пока это лидерство не перешло к России. Иранский автопром смог достичь высокой степени локализации, производя свыше 90% деталей внутри страны. И это автомобили при всей своей простоте, дешевизне и неприхотливости не уступают по качеству многим российским моделям. Конечно, иранские машины нельзя назвать технологичными и современными, но они выиграют в цене и надежности, что делает их весьма привлекательными на фоне многих других предложений. И после введения санкций против России, иранские автопроизводители уже не раз принимали попытки выйти на наш рынок. Например, автомобили Иран Кходро стали популярны у российских покупателей благодаря своей доступности и автоматической трансмиссии, но дальнейшие поставки благодаря действиям автоваза прекратились, и автомобили, раскупленные до последней единицы, больше не поставляются в салонах. Теперь иранские машины вновь вернулись на рынок, на этот раз с моделью Peugeot 207i. Это упрощенная версия давно устаревшего Peugeot 206, который когда-то производился во Франции. Однако, несмотря на скромный дизайн и техническую простоту, эта модель может быть интересна тем, кому не по карману более дорогие китайские автомобили. С технической стороны Peugeot 207i – это автомобиль с простым бензиновым двигателем на 113 л.с. и четырехступенчатым автоматом. Этот агрегат не отличается особой динамикой, но проверен временем и вполне надежен при правильной эксплуатации. В условиях конкуренции с отечественными моделями, Peugeot 207i имеет важное преимущество – автоматическая коробка передач, которая делает его более привлекательным выбором для водителей, предпочитающих комфорт в управлении. Внутри же все максимально просто и без изысков. Интерьер откровенно ретро, а материалы дешевые, что сразу видно по салону. Однако автомобиль снабжен базовым набором опций – мультируль, климат-контроль, подушка безопасности, аудиосистема. Всего понемногу, но достаточно для повседневных поездок. Самый важный вопрос, конечно же, в цене. Прежние Ирон Ходро продавались по весьма привлекательной стоимости – около полутора миллионов рублей. Но на этот раз автоваз заставил цены значительно вырасти. И теперь Peugeot 207i стоит от полутора до почти двух миллионов рублей, что делает его уже не таким доступным выбором. Такой ценник вызывает сомнения. Почему платить почти 2 миллиона за простую иранскую модель, если за эти деньги можно взять отечественную ладу? Но при детальном сравнении, если бы Peugeot продавался в России по ценам близким к иранским 350 тысяч рублей, он мог бы стать серьезным конкурентом Автовазу, особенно учитывая наличие автомата, которого так не хватает в российских бюджетных моделях. И пока Автоваз выпускает модели с устаревшими характеристиками и все еще не оснастит Гранту автоматической коробкой, на рынке всегда будут востребованы недорогие иномарки. Кстати, генеральный директор Автоваза Максим Соколов заявил, что компания в ближайшем будущем планирует начать поставки автомобилей Lada на рынок Ирана. Соколов подчеркнул, что иранский рынок рассматривается как перспективный. По его словам, инфраструктура для продажи автомобилей Lada в Иране уже готова. Хотя глава компании не раскрыл точные объемы запланированных поставок, он отметил, что они будут значительными. В прошлом году объем автомобильного рынка Ирана превысил миллион единиц, что свидетельствует о высоком спросе. На вопросы журналистов по поводу того, что цены на Lada на иранском рынке придется основательно снизить и продавать за треть цены от стоимости на российском рынке, чтобы хоть как-то конкурировать, Максим Соколов промолчал и ушел от ответа. Сомневаюсь, что где-то за пределами РФ найдутся идиоты на покупку Весты за 20 тысяч уе. Жду прайс на гранту в Иране. Интересно, озвучат ли цену? Или втихаря будут скидывать за бесценок в рамках сотрудничества с дружественными странами? А там еще китайцы продают. Там уже автовазу не получится поднять утильсбор. Придется честно конкурировать и предлагать адекватные цены. Как думаете, смогут ли иранцы после производства в России держать низкие цены под натиском автоваза?